Моя презентация, знаете, она будет такая во многом личная достаточно, потому что, ну, на самом деле, так смешно, я увидела вашу слайд, и тоже есть про два слова, только у него про две цифры, мы не сговариваем, если честно, это, наверное, какая-то ментальная связь. Два слова, мне важно сказать, почему я вообще этим проектом занимаюсь, потому что, если что, ну, у меня как бы есть более чем заняться, я, кроме того, что я занимаюсь пасекой, очень нежно люблю этот проект, я еще программный директор импакхаба, то есть вот этого всего пространства, в котором вы находитесь, занимаюсь развитием социальным предпринимателем, но, как говорится, это было предложение, от которого невозможно отказаться, и сейчас короткая история, почему. Я, знаете, всю свою сознательную карьеру, то есть последние, наверное, лет 10, ну, сложно уговорить, да, сколько это лет, занимаюсь, работаю в организациях, в некоммерческих, которые при этом занимают такое промежуточное положение между, вот, собственно, теми, кому требуется помощь, котиками, стариками, детьми, вот, городами, и между теми, кто хочет помогать. Вот первая операция была международной организацией ICIC, которая, как бы, развивает молодежных лидеров, которые потом идут делать импактхаб, работают теплицу и так далее. И там я руководила коммуникациями. Дальше, 4 года в моей жизни был душевный базар, опять же, кто знает, что такое душевный базар? Большинство, да, то есть, когда есть фонды, которые, в общем, общаются как-то с горожанами, но, насколько плотно, непонятно. И есть горожане, которые знают про некоммерческие организации, но все равно тех, кто ничего не знает, не доверяет, не понимает, их гораздо больше. Вот, и вот 4 года мы старались находить какие-то способы познакомить одних с другими, подружить и объяснить, что это такое. Дальше случился в моей жизни импактха, который тоже, опять же, вроде как бы социальное предприятие само по себе, но при этом, опять же, мы не спасаем детей и кого-то еще. Мы помогаем социальным предпринимателям или коммерческим организациям находить правильные способы и успешно развиваться. То есть, вечно я в этом положении между-между нахожусь, и, наверное, в этом, собственно, и вижу свою миссию в том, чтобы помогать тем, кто работает с благополучателями, находить общий язык с теми, кто может какой-то важный ресурс предоставить, будь то деньги, будь то экспертиза, будь то что-то еще. Вот. И самая частая фраза, которую я слышу на конференциях, где угодно, вот в любое место, когда человек к ним подходит, видя там визитку, что угодно, представление в буклете, кажется, это очень интересно, я ничего не поняла. Вот, ничего. Но, кажется, это либо вторая фраза, она немножко более обидная, то есть тут еще можно объяснить, и тут нет какого-то негативного посыла. Вот. То есть, как-то вот, а что вы все-таки правдой делаете? Ну, вот, прием в животных понятно, съездить с волонтером куда-то понятно, а вот это все ваши посерединке вещи как-то не очень классно. И я поняла, что, на самом деле, с этим сталкиваются, ну, не только, я, точнее, слышу две стороны, и фонды, и тех, кто работает с конечным благополучателем, и вот этих горожан, которые, на самом деле, вот эту вот реакцию в голове своей имеют, ну, в широкие массы. Что то, что делает в блубе, я представляю сейчас, с кэшштегом, с ситуацией пасек, как все будет, так вот, так вот, так вот, так вот, и на самом деле проблема-то возникает, точнее, не проблема, а некая идея, которая у нее возникает, в том, что, если я хотя бы могу обе стороны понимать, то вот те, кто работает непосредственно с благополучателем, скорее всего, у них нет даже шанса объяснить вот своим подходом, потенциальным донором, спонсором, волонтером, о том, почему то, чем они занимаются, классно. И именно поэтому я так, нежно, люблю про-бон информацию, сейчас вот Леша уже два раза в минуту слом, не факт, что все его знают. Про-бона – это бесплатная помощь экспертов некоммерческим организациям. То есть, когда мы не вот всем залом идем, там, дружно красить забор куда-нибудь, а когда пиарщики занимаются, помогают пиарам, те, кто умеет делать сайты, делают сайты, те, кто умеет писать тексты, пишут тексты. Вот, это, собственно, концепция про-бона. Я нежно ее люблю именно потому, что есть много вещей, связанных именно с коммуникацией, чтобы не было подозрительно и чтобы было понятно, на которые благополучателем организации никогда в жизни не потратят денег. Ну, просто потому, что у них, в принципе, с деньгами так много. На административные расходы можно тратить процентов 20, по-другому, да, если я правильно понял. Вот, ну и как-то оторвать от сердца и заплатить нормальную зарплату пиар-менеджеру, такую вот, как проторный гамбл, да, ну, прецедентов, насколько я знаю, у меня было, но два, на всю Россию. Вот, и именно поэтому, когда возникла возможность развивать пасеку, я поняла, что да, наконец-таки классно, можно работать плотно спорвольно, то есть, с экспертизой классных людей, для того, чтобы помочь классным фондам, для того, чтобы вот эти вот фразы, там, подавительные или непонятные, звучали как можно реже, и в итоге ресурс увеличивался. Вот, и есть некая связь с тем, что презентация пасеку именно сегодня, можно было сделать, там, неделю назад, можно было в сентябре, но сейчас проходит глобальная Pro Bono Week, то есть, организации, которые помогают, сводят экспертов с математическими организациями, а вот сегодня делают всякие ивенты по всему миру. Как вы думаете, сколько мероприятий в России проходит ровно в Pro Bono Week? Одно. Не сегодня, а, в принципе, одно, да, и это наше мероприятие. То есть, можно по степени количества мероприятий судить, а в степени развития Pro Bono, да. И есть такая американская организация, которая называется Table Foundation, которая работает уже с 2001 года, именно в сфере Pro Bono. У них на сайте такой счетчик есть, который постоянно накручивает там циферки, это сколько за время своего существования одна организация, на какую сумму, по сути, привлекла услугу промышленной организации. То есть, это какие-то вот огромные цифры, на сайте, понятно, никакой статистику никто не ведет, но, по сути, любой ваш там час работы, любая ваша профессиональная экспертиза, которая вот конвертируется в цифры, она ничуть не менее цена, а в некоторых случаях даже более, чем, может быть, мини-пожертвование, которое вы можете позволить себе сделать. Вот, и есть у меня одна знакомая, которая вот любит произнести эту фразу, она вообще-то стилист, то есть она не будет, не будет второго шанса произвести первое впечатление. Я специально здесь не стала ставить скриншоты с сайтов в некоторых благотворительных фондов, которые, вот если забить там в Яндексе, благотворительный фонд, вот первые десять. Ну, потому что это несколько неэтично, потому что фонды-то классные, я все, нежно люблю, со всеми ними работала, но то, что как выглядит их сайты, это, ну, не то первое впечатление, которое, скорее всего, нужно произвести. на людей, которые привыкли там читать виллодж или афишу, или даже тусоваться на сайте одноклассники, потому что с юзубилицей там печально, с обилием информации и текстами тоже все не очень хорошо. Опять же, не потому что фонды плохие, а потому что именно этой экспертизы у них нет, и как было бы круто, если бы кто-то им все-таки помог. Вот, при этом глобально существует, я взяла всего два примера, вот Bayer Food College организация, или, например, Черри Бота, то, что первое вылезает в Google по запросу некоммерческой организации, и здесь, понимаете, вот это все настолько просто и классно, что мне прям хочется пойти и тренировать эту грандману, эту бабулю, которая будет менять в мире. Или прям вот я, конечно, не могу отрастить уши, но если бы я могла, я бы ради воды не сделала. Именно потому что коммуникация очень простая, очень крутая. Вот, именно поэтому, когда Леша мне рассказала об идее пасеки, то есть об идее помогать взаимодействовать некоммерческим организациям и агентствам, обет, что ли, дизайн-агентствам, креативным агентствам, для того, чтобы вот эту коммуникацию совершенствовать, для того, чтобы хотелось каждому человеку в России как-то как-то поучаствовать и понять, что же делают форты, и в итоге мы какое-то наше общее будущее иначе немножко видели, я как-то очень это дело, очень вдохновилась. Вот, если там коротко, сейчас расскажу о том, как это будет выглядеть, это очень простая на самом деле штука. На самом деле пасек понятно, что это сайт, это некая онлайн, такая площадка, где есть несколько очень важных вещей. Но, собственно, что нужно сделать? Собрать какие-то кейсы, которые существуют, чтобы показать, ну, задавать некий стандарш того, как можно работать, как некоммерческая организация может быть представлена. Потому что, опять же, если мы погуглим, то, что нам вылезет, это как бы вот что-то такое не очень классное. Хотя кейсы тоже есть, они прекрасные, и некоторые из них сегодня будут озвучены. Собрать кейсы, рассказать обеспокоить сайт, потому что у меня сегодня, если у меня есть, разработчики, у меня сегодня два фонда говорят, у нас есть бюджет, нам нужно сделать сайт. Кому обратиться? Вот, есть, конечно, тех, у меня бюджет, нам нужно сделать сайт. Но вот, даже с бюджетом, понятно, что кого рекомендовать, не очень понятно. То есть, не очень понятно, кто умеет работать с некоммерческими организациями, кому эти деньги, ну, условно говоря, можно отнести. Вот, именно поэтому пасека, это не только история про того, что давайте вот сейчас, вы покажете классные кейсы, и на эти же агентства налетят до выборительных фонда, и с требованием что-то бесплатное сделать. Не обязательно. Это в том числе может работать как система рекомендаций. Ну, и третье, помочь процессу, чтобы непонимание у сторон возникало как можно меньше. Потому что мы понимаем, что даже с обычными заказчиками бывают какие-то сложности. Что же говорить о добрительном фоне, в котором работают 2,5 человека, у них срочных просьб на закрытие лечения завтра 500 штук, и понятно, что им не до project management иногда бывает просто. Вот, поэтому, о, а тут вот сейчас некоторые видят себя, узнают. На сайте есть реестр агентства, то есть те, кто уже реально помогает. Есть каталог кейсов, которые, опять же, можно посмотреть, посмотреть, какие примеры могут быть существовали, потому что, опять же, никто не ждет, что у каждого дизайн-агентства, разработчика или кого-то еще есть понимание, как рассказывать про детей-сирот, про трансплантацию, про помощь по установлению хотят или что-то такое. Вот, поэтому это еще такая важная история. И есть полезные материалы, как для фондов, так и для предприятий организаций. Вот, например, из тех новых вебинаров, что мы делали недавно, был семинар про моно и про дистанционное направление командными проектами. Понятно, что будут появляться более какие-то конкретные вещи. Тут мне очень нужен ваш комментарий. Может быть, кейс, с которым вы сталкиваетесь, что не получается, да, или каких знаний вам не хватает. Вот, для того, чтобы мы это подготовили, все это уже добавить на сайт, это было суперполезно. Еще важная вещь, которую нужно сказать про этический кодекс, что понятно, что не всему интернету открыт доступ к каталогу или добавление у себя в реестр. Но, опять же, наверняка все мы сталкивались так или иначе с недобросовестными исполнителями, неважно, где мы работаем. Например, слышала недавно, в Якутске была конференция, кейс такой, и говорит, ну вот с чем у вас стало, какие были сложные проблемы. Ну, у нас программисты, которые делали сайт, он просто все унес с собой, и мы думаем, ну вот, все поменялось, а порой, и там ничего не работает. Ну, я с такими, когда и сталкивалась, но вот оно бывает. Или там, например, он, когда уже потерял все, не может никуда войти. Или забыл, что установлена система для сбора пожертвований, и не знал, что пожертвовали там сколько-то, сотни тысяч рублей. Вот, в общем, по сути, этический кодекс – это некий очень простой набор правил, который помогает обеим сторонам, ну, если они их придерживаются, просто эффективно работать вместе, быть довольным и быть счастливым друг с другом, получить классный результат. Вот, ну и там, коротко сейчас скажу про два слова, про чем это может быть полезная история для агентств и для некоммерческих организаций. Ну, кроме того, что, понятно, там, мир, добро, мир, дружба, жвачка и спасение мира про полезные кейсы. Мне кажется, несколько вещей, про которые сейчас будет идти речь после меня, было бы прикольно каждому вечному портфолио, просто потому что это непростые решения, на которые могли быть интересны, в том числе коммерческим заказчикам. И это те клиенты, о которых я говорила, опять же, если кто-то здесь делает сайты хорошо, подойдите ко мне после, ну, я знаю, конечно, несколько людей, подойдите ко мне после презентации, я, возможно, вас сведу с потенциальным клиентом, например, сегодня. Вот, для НКО, кроме, я уже сказала, надежных исполнителей, и еще, вот самый, наверное, вот этот важный момент, про больше помощи, то есть то, о чем я говорила, если на сайте все понятно, если красиво будет материалы, если в основе компании идет какая-то креативная идея, в итоге больше людей смогут получить помощь, людей или кого-то, кого угодно еще. Вот, ну, понятно, если вы случаете, все очень просто, ставите заеху на сайте, я вам звоню, пишу о таком у вас в скайпе, мы добавляем все это на сайт, и получаете зеленую пчелу, и вот все то, что было перечислено. Три вещи скажу про планы, прежде чем перейти к презентации. Что мы планируем сделать? И, опять же, здесь, если вы посмотрите и понимаете, что я знаю, вот, мне есть что сказать по этому поводу, подойдите ко мне обязательно. Во-первых, будет два таких образовательных курса, как работать с некоммерческими организациями для агентств, потому что, опять же, где там, если там деньги есть, да, то какие. Как обсуждать стратегию работы для того, чтобы получить, например, какой-то пиар, да, и так далее. Вот, для НКО, как работать с агентством. Опять же, если у вас были какие-то неудачные случаи, наверняка можно было что-то сделать для того, чтобы они стали суперклассными и успешными. Вот, про это мы тоже будем рассказывать. Вот, ну, и понятно, что сейчас я, потому что вам показала примеры с сайта про каталог, про реестр, это такая совсем базовая стартовая информация, мы туда будем добавлять, добавлять, добавлять людей, и в итоге соберется некий такой классный представительный каталог того, что существует. Вот, будут волшебные специальные мероприятия, пока не буду про это ничего говорить, но нам интересно делать что-то большее, чем просто сайт для сообщества. Вот, сейчас несколько просто перечислить, кто у нас поделится своими кейсами. Интересно было позвать, знаете, несколько сторон разных, для того, чтобы понять, как может строиться взаимодействие, что может получиться. Например, вот фонд «Замени одну жизнь», который сделал вместе с агентством проекта «Дно лицо», который… вот, есть, если ребята из Маста, мне кажется, что еще не подошли, да, тоже они с Downside Up много делают интересных компаний, есть здесь бюро «Верстаг», которое вообще выбрало своим фокусом работу с некоммерческими организациями, есть программа социально активной медиа «Черри Айс Фоундейшн», и есть кейс фонда «Орби», тоже, на самом деле, одна картинка, хотя, я думаю, будет на другую университетную компанию рассказывать, которая просто космос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова